МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале 1-й Карагандинский в студии Гульнур Джакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. В Караганде недоношенный ребенок может погибнуть из-за отказа родителей переливать кровь. Они объясняют свои действия нежеланием идти против закона Бога. В отделе образования Караганды намерены назначить временного опекуна, чтобы спасти ребенку жизнь. В рамках республиканской кровеческой акции в Актубе находится делегация школьников Карагандинской области, которые в течение трех дней посетят сакральные места Актюбинской области. В предстоящий вторник, 21 августа, начнется главный мусульманский праздник Курбанайт. В Центральной областной мечети напомнили правила проведения торжества, а также рассказали о выделенных местах для забоя скота. В Караганде недоношенный ребенок может погибнуть из-за отказа родителей переливать кровь. Они объясняют свои действия нежеланием идти против закона Бога. Ребенок появился на свет шестимесячным. Вес мальчика составляет всего 900 граммов. Из-за незрелых легких у малыша наблюдается респираторная патология. У него слишком тонкая сосудистая стенка. Любой сильный крик или шум может спровоцировать кровоизлияние. Сейчас ребенок находится в реанимации, находится на искусственной вентиляции легких. Вся медицинская помощь оказывается. Но сейчас по состоянию ребенка сказать что-либо сложно, потому что если что-то пойдет не так, то понадобится процедура переливания крови. А эта процедура делается только с разрешения родителей, то есть отца и матери. Спасением для новорожденного может стать переливание крови. Однако родители категорически против любых манипуляций с кровью. Подобное решение супружеской пары обуславливается их верой. К тому же родители опасаются, что переливание может вызвать заражение крови. В Священном Писании Библии говорится такое, чтобы служители Бога воздерживались от крови. И в нашем случае это религиозная составляющая такая же составляющая. Но на первом плане это невозможность качественного оказания лечения одним только переливанием. Пока родители ищут альтернативные методы лечения, компетентные органы намерены применить закон, чтобы спасти мальчику жизнь. В отделе образования отметили, что в таких случаях ребенку, нуждающемуся в помощи, назначается временный опекун. Он сможет принимать только те решения, которые связаны со здоровьем ребенка. Мы объяснили родителям о том, что если интересы ребенка и интересы родителей противоречат друг другу, то в случае, если ребенку требуется экстренное переливание крови, то органы опеки имеют право, согласно кодексу, назначать временного опекуна для принятия решения для жизни и здоровья ребенка. Отец новорожденного Андрей Колесников рассказывает, что врачи отказываются идти с ним на контакт. Мол, об альтернативах они и слышать не хотят, а его самого не пускают в палату к своей жене. Я как отец, я очень переживаю за эту ситуацию. Мне приходится, помимо того, что у меня еще дома трое детей, мне приходится сюда ездить, мне приходится как-то работать, изыскивать деньги для того, чтобы вот моя супруга чувствовала себя хорошо. Я удивлен, почему вообще врачи пускают корреспондентов в палату, приходят органов опеки, приходит милиция. Меня, как отца, не пускают, не допускают в палату вообще. Со мной не хотят идти на контакт. Ни мать, ни отец ребенка не ожидали, что очередное пополнение в семье вызовет такие проблемы. Родители готовы бороться за жизнь своего новорожденного сына всеми способами. Отец мальчика закупает дорогостоящие лекарства и консультируется с алматинскими специалистами. Андрей Колесников заявляет, что религиозная составляющая отказа на втором плане. Во главу угла он ставит альтернативный метод лечения. Вот только карагандинские врачи, профессионалы с большим стажем, не видят альтернативы переливанию крови. Торжа Анлянова, Жаслав Макубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде несовершеннолетний кондуктор избил пассажира. Проводится расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение. На этих кадрах полицейские и прохожие оказывают помощь жителю Астаны, которого избил 16-летний кондуктор. Сотрудники полиции на месте задержали подозреваемого. Потерпевший с различными травмами обратился в больницу. Как сообщили в пресс-службе Департамента внутренних дел, по факту конфликта между 16-летним кондуктором общественного транспорта и 28-летним пассажиром начато досудебное расследование по статье «Хулиганство». По данному факту начато досудебное расследование по статье 293 часть 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть полиганство. На месте задержан 16-летний подозреваемый. В настоящий момент сотрудниками полиции проводится по предварительной следствии, по результатам которого будет принято процессуальное решение. В Шахтинске по требованию бастовавших горняков построят спортивный комплекс. Об этом и многом другом рассказал Аким Шахтинска, сержант Аймаков, в ходе брифинга в региональной службе коммуникации. В декабре прошлого года горняки четырех шахт Арселорми и Талтимиртау после смены не поднялись на поверхность. Позже стало известно, что к ним присоединились еще четыре шахты. Среди главных требований – увеличение заработной платы. Но были и другие. К примеру, строительство закрытого физкультурно-оздоровительного комплекса. По словам Акима Шахтинска, сержан Аймакова, сегодня готова проектно-сметная документация на новый спортивный объект. По поручению Акима области перед нашими шахтерами было мне поручено, чтобы городской бюджет сделал проектно-сметную документацию. Сегодня мы со своей стороны нашли подрядную организацию, проектный институт. Сегодня уже проект почти готов. Он будет походить в госэкспертизу. Выделили площадку, определили точки подключения к воде, электроэнергии, теплоканализации. Я так думаю, с учетом всех требований, в будущем у нас и появится физкультурно-оздоровительный комплекс. Это было одно из требований, которые шахтеры именно городу предъявляли. Глава Шахтинска также рассказал об итогах уголовного дела, заведенного по факту гибели двухлетней Варвары Переседовой. Трагедия случилась 29 мая 2015 года. В тот день маленькая Варвара гуляла в городском парке с бабушкой. Внимание малышки привлекла движущаяся карусель. Девочка пролезла под тонкой цепочкой и подбежала к лебедям. Варвару затянула в открытый двигатель механизма. Сержант Аймаков отметил, что только в этом году было принято окончательное решение по всем уголовным делам. Пострадавшие, родители ребенка, они выдвинули свой моральный ущерб. Вы знаете, это было уже в прессе описано. 5 миллионов тенге, около 5 миллионов тенге они востребовали. Коммунальное государственное предприятие БАРС, на балансе которого находится вот этот парк и находились вот эти игровые площадки, он суд его обязал выплатить. До конца года мы эти вещи выплатим. Городоначальник поведал также о судьбе злосчастного аттракциона. Сегодня мы, в принципе, восстановили, но это такие лебеди, которые кружатся, их сегодня мы дело не запустили. Все-таки ждем окончательной экспертизы. А что касается наказания, ну, это уже время прошло. В свое время дисциплинарное наказание не понесли, но уголовное уже сегодня признали, что это не наказуемое. В ходе брифинга Аким Шахтинска также доложил об основных показателях социально-экономического развития города, а также о подготовке к очередному отопительному сезону. Андрей Деншал, Карл Тымбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В рамках республиканской краеведческой акции в Актюбе находится делегация школьников Карагандинской области, которые в течение трех дней посетят сакральные места Актюбинской области. Акция организована в рамках спецпроекта «Туган-Джер» и «Рухани-Жангру». Карагандинские школьники посещают сакральные объекты Актюбинской области. В рамках реализации спецпроекта «Туган-Джер» программу «Рухани-Жангру» ребята посещают знаковые культурные, исторические, сакральные, социально-экономические и архитектурные объекты региона. Это своеобразный ответный визит. В июле сакральные места Карагандинской области посетили актюбинские школьники. В рамках программы «Рухани-Жангру» при поддержке администрации президента Республики Казахстан приехала делегация с Карагандинской области в составе 67 человек, 60 детей по Карагандинской области, средний возраст детей от 10 до 16 лет. 10 человек из города Караганды, ну и остальные 50 получается из городов-спутников и районов наших ближайших. Юные карагандинцы посмотрели достопримечательности Актобе, а также выехали в Кубдинский район на родину героя Советского Союза Алии Молдогуловой. Здесь ребята посетили Центр патриотического воспитания Алия, мемориальный комплекс Аббат-Байтак. Посещение каждого места оставило неизгладимые впечатления. Мальчиков особо поразило пребывание в военном летном институте. Мне понравилось в основном именно в военном летном институте. Нам разрешали в самолеты залазить, в кабины смотреть. Потом тяденька отдельно некоторых мальчиков собрала, рассказывала, как можно поступить, что сложно, что нет. Инициатор краеведческой акции – Республиканский офис управления программой «Рухани Жангару». Согласно одноименной статье главы государства, изучение истории родного края в средних школах – лучшая форма патриотизма. В конце трехдневного тура гостей ждет праздничный вечер с памятными подарками от Актюбинской области. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. В Караганде подвели итоги очередного хакатона. В рамках Дня цифровизации во Дворце спорта имени Нуркена Абдирова состоялся инновационный марафон, на котором были представлены различные проекты. Судьи определили лучшие инновационные проекты, реализующие концепцию «Умного города». В хакатоне приняли участие более 60 человек. Абсолютно все – представители молодого поколения. Из множества проектов специальная комиссия отобрала лишь 13. Это проекты, которые соответствуют тематике «Умного города» и реализации программы «Цифровой Казахстан». Призовой фонд составил 1 миллион тенге. Обладатель первого места получил 500 тысяч тенге. Участнику, занявшему второе место, вручили 300 тысяч. А расположившийся на третьем месте автор получил 200 тысяч тенге в качестве приза. Организатор выставки Абайо Тарбаев отметил, что помимо призеров, содействие в развитии проекта и поддержку получат и другие участники, которые заинтересовали судей своими идеями. Если будут хорошие проекты, независимо от места призового фонда, мы будем приглашать их на встречи, обсуждать их идеи или проекты. По предварительным встречам есть обращение, где-то финансирование, где-то внедрение, где-то техническое сопровождение, где-то просто помощь в бизнес-упаковке. В принципе, все это обсуждается индивидуально с каждым представителем проекта. По итогам марафона третье место занял Айдос Искаков с проектом «Кеймаркет» по доставке продуктов питания. Грамоту за второе место и денежный приз в размере 300 тысяч тенге получил Вячеслав Литвинов с проектом «Солмап», выделяющий аналитику болезни по карте. Достойным первого места сочли Сейдамета Сулейманова с проектом «Смарт-бас». В Караганде идет активная подготовка к священному мусульманскому празднику «Курбанайт». В этом году он начнется 21 августа. В областной мечети рассказали о том, есть ли особые правила жертвоприношения и как ведется подготовка к Великим Дням Правоверных. Закалывание жертвенного животного для мусульманина, имеющего материальный достаток, является обязательным. По традиции приносятся в жертву верблюды, коровы и овцы. Один баран или одна овца жертвуется одним человеком. Что касается верблюда или крупного рогатого скота, их можно принести в жертву за семерых человек. Кроме того, животное для «Курбанайта» должно достигать соответствующего возраста и быть стопроцентно здоровым. Каждый год мы празднуем «Курбанайт» на высшем уровне. Совместно с главным муфти в этот священный праздник организовываются различные мероприятия. Пользуясь случаем, мы призываем родителей в день праздника привезти своих детей в мечеть. Для них подготовлена специальная развлекательная программа. Возле мечети расположатся батуты, аттракционы и будут вручены подарки маленьким гостям. В городской мечети Аль-Машани проводится специальная акция, приуроченная к священному празднику. Здесь все бараны для жертвоприношения стоят 25 тысяч тенге. Мясо жертвенного животного желательно разделить на три части. Одну часть нужно оставить себе на нужды семьи, вторую часть оставить в качестве угощения для гостей, ну а третью раздать неимущим. Также жители города могут принести в жертвы животных в специально подготовленных местах. Среди них в оптово-розничном рынке Тулпар и на территории напротив мечети Балакажи. Здесь же желающие могут получить списки нуждающихся. В прошлом году по акции бараны продавались по 22 тысячи тенге. В этот раз чуть подороже. Но самое главное – животные крупные и здоровые. Торговцы привозят их с разных аулов и районов. Это все не в целях бизнеса. Они тем самым тоже хотят стать частью благого дела. По словам знатоков ислама, жертвоприношение нужно совершать после праздничной молитвы до захода солнца третьего дня. Кроме этого, на территории городской и областной мечети планируется построить юрты, провести ярмарки, накрыть праздничный стол и устроить состязание по национальным играм. Полицейские призывают карагандинцев ответственно относиться к охране собственного жилья. Стражи порядка провели сход с жителями одного из домов по улице Нуркена Абдирова и проинформировали их об участившихся квартирных кражах. Также на встрече присутствовали и представители охранных агентств, которые продемонстрировали жильцам эффективность сигнализации. С начала года только в центре Караганды произошло 136 краж. Из них были раскрыты около 80. Зачастую злоумышленники легко проникают в квартиры и никакие двери и замки не становятся для них преградами. В основном кражи происходят, когда люди находятся на работе, в дачах. Сейчас вы знаете дачный сезон. Многие люди с утра уходят на дачи и возвращаются поздно вечером. Воспользоваться этим преступники совершают кражи в данном виде преступления. Мы сегодня, как вы слышали, довели до населения одним из профилактических мер в протяжении кражи – это соседский присмотр. Разъяснили людям, что при необходимости длительного отключения квартиры надо трудопреждать соседей. В целях предостережения горожан стражи порядка еженедельно встречаются с карагандинцами. Очередной сход состоялся с жителями дома 46-2 по улице Нуркена-Абдирова. На встречу с населением были приглашены сотрудники охранных структур. В нашем городе охранную деятельность осуществляют 37 организаций. Представители четырех из них продемонстрировали жильцам дома современные средства охраны. После прихода, если это не заказчик, а заходит на объект злоумышленник, начинается задержка на вход. Если у злоумышленника нет идентификатора и заканчивается время на вход, формируется тревожный сигнал, который поступает к нам на пульт, вследствие чего выезжает группа с реагированием на задержание. Жильцы поблагодарили сотрудников полиции за организацию этой встречи, отметив несомненную пользу подобных мероприятий. Полицейские заявляют, что сигнализация представляет наиболее эффективную защиту. Она не только отпугивает воров, издавая громкие звуки, но и моментально оповещает группы быстрого реагирования о проникновении в квартиру посторонних лиц. Стражи порядка настоятельно рекомендуют карагандинцам доверить охрану их жилья и имущества профессионалам. Тухжан Лянова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинцев приглашают принять участие в массовом забеге, посвященном Дню спорта. Праздник в Казахстане отмечают в 3-е воскресенье августа. В этом году он выпал на 19-е число. В этот день во всех городах пройдут массовые забеги. В Караганде всех желающих принять участие в забеге приглашают в Центральный парк культуры и отдыха в 10.00. Также в этом году День спорта посвятят началу летних азиатских игр, которые пройдут в Джакарте. Карагандинскую область на Азиаде представляют 34 спортсмена. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин